МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральный цилиндр, в котором находятся три этажа. На каждом этаже мы можем взаимодействовать с какими-то интерактивными объектами. Школьный архитектурный проект «Хаос» победил. Все пешеходы и велосипедисты в ночное время применяли светоотражающие снаряжения. Профилактическое мероприятие «Пешеход». Авария в первом микрорайоне. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 29 марта состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Десногорска. Члены комиссии собрались на городском пляже, чтобы определить объем предстоящих работ по подготовке этого места отдыха к началу купального сезона. Подробности далее. Кроме постоянных членов комиссии, на пляж были приглашены руководители служб города, уполномоченные на выполнение необходимых работ по подготовке пляжа. Такие как директоры службы благоустройства, МУПККП, специалист архитектурного отдела администрации и другие. Будет проведен ряд текущих, плановых и обязательных мероприятий по подготовке пляжа. Это прочистка территории от оставшегося мусора после зимы, это завоз песка, это санитарная вырубка зеленых насаждений в границах территории пляжа, это, естественно, подготовка всей оснастки, которая, соответственно, должна быть для нормального функционирования пляжа. Управление по делам ГОИЧС Десногорска совместно со службой ГИМС обеспечат территорию пляжа информационными стендами о правилах поведения в период купального сезона. Окончательная приемка пляжа состоится 23 мая. Кому-то кажется, что конец марта еще рано, а это не рано. Такое хозяйство, конечно, порядок провести после зимы, бутылок опять много обитых. Комиссией определен необходимый объем работ для каждой службы города. Официальное открытие купального сезона состоится 1 июня. Законодатели установили сумму, ниже которой работодатели не могут платить пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2017 году. Теперь оно будет составлять за первым ребенком 3065 рублей, за вторым и последующими 6131 рубль. Что касается алгоритма расчета детского пособия, он остался прежним. 26 марта в Смоленске так же, как и в 82 других крупных городах России прошел митинг против коррупции. Власти Смоленска не согласовали данную акцию, поэтому люди пришли без плакатов и звукоусиливающей техники. Люди мирно прошли колонны по маршруту по улицам Октябрьской революции, Дзержинского, проспекту Гагарина и улицы Николаева и вернулись к Ругозору. Полиция не вмешивалась в происходящее. По разным данным, на акцию пришли от 300 до 500 человек. И за последние годы это самая масштабная акция. 215 миллионов рублей потратит Смоленская область на дворы и парки. Федеральная программа формирования комфортной городской среды стартует в регионе. На ее реализацию Министерство строительства и ЖКХ выделило более 174 миллионов рублей, а из регионального бюджета еще 41 миллион. Первое заседание межведомственной комиссии провел губернатор области Алексей Островский. 16 марта в городе Заречной Пензенской области завершился очный этап конкурса дизайн-проектов интерактивного научно-технического парка под открытым небом «Эврика». С какими результатами приехала Десногорская команда, вы узнаете прямо сейчас. В конкурсе приняли участие 15 команд из Десногорска, Димитровграда, Железногорска, Новоуральска, Трехгорного и Заречного Зато. Десногорск представляла команда Дома детского творчества ноу-хау в составе Татьяна Сидельникова, Сергей Марченков, Екатерина Аширова, Любовь Чернова, руководитель Вера Шелгунова. В течение трех дней участникам команды пришлось побывать в разных ролях – дизайнер, проектировщик, генератор идей. На очном этапе было необходимо разработать дизайн-проект парка под открытым небом «Эврика», придумать, какими интерактивными объектами наполнить данный парк, грамотно расположить его на местности, которая привязана к реальной территории перед Зареченским центром детского технического творчества, а также создать макет парка и подготовить защиту-презентацию своего проекта. По итогам конкурса команда «Ноу-хау» заняла первое место в старшей группе. Очень скоро жюри определит, кто из ребят поедет в лагерь Республики Болгария. Смоляне могут узнать, во сколько обходится их лечение. Информация об этом теперь размещена на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Для получения сведений нужно перейти на вкладку «Личный кабинет пациентов» в профиле пользователя, заполнить заявление и ввести номер полиса ОМС. Так можно узнать об условиях оказания и номинования услуг, их стоимости и дате обращения. Раньше эта информация хранилась у страховой компании и выдавалась по запросу. В Смоленской области будет создан инновационный центр непрерывного образования и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. По распоряжению губернатора на эти цели в областном бюджете запланировано полтора миллиона рублей. Развитие инклюзивного образования и создание доступной среды в регионе обсудили на заседании областного совета по проблемам инвалидов и граждан пожилого возраста. Глава Минтруда сообщил, что пенсии неработающих пенсионеров будут дополнительно проиндексированы с 1 апреля на 0,38%. Кроме того, по Смоленской области социальные пенсии вырастут на 1,5%. Что касается изменения размера страховых пенсий, то они будут рассчитываться с учетом стоимости пенсионного коэффициента, размер которого составит 78 рублей 58 копеек. При этом фиксированные выплаты увеличиваться не будут. Десногорские школьники с 24 марта ушли на весенние каникулы. В связи с этим сотрудниками отдела ГИБДД в этот период проводится ряд профилактических мероприятий, которые направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Подробности в нашем сюжете. В 2016 году на территории Десногорска было совершено большое количество наездов на пешеходов на дорожных переходах. В результате пострадали 6 человек. И самое страшное, что пятеро из них дети. Поэтому сейчас, когда начались весенние каникулы, а движение на дорогах города стало интенсивней, сотрудники полиции проводят ряд профилактических мероприятий. С 27 марта по 3 апреля проводится операция «Пешеход», направленная на пресечение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями, не уступающими проезжую часть пешехода. Помимо акций «Пешеход» в городе до 31 марта проходит еще и мероприятие весенние каникулы, направленное на усиленное внимание за территориями парков и зону отдыха, где дети могут, заигравшись, выбежать или выехать на велосипеде на проезжую часть. Родителям разрешили перевозить маленьких детей до 12 лет без автокресел. Такое решение вынес Верховный суд страны. Однако, как отмечается в постановлении, в машине должны быть использованы альтернативные удерживающие устройства в сочетании с ремнями безопасности. В первом микрорайоне произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовой автомобиль, газ и иномарка. В результате ДТП легковушка получила небольшие технические повреждения. Пострадавших нет. С 3 по 6 апреля в Десногорской центральной детской библиотеке пройдет неделя книги. В год экологии тема мероприятия «Семь страниц про зверей и птиц». Для юных десногорцев будут развернуты интерактивные тематические выставки. На абонементах можно будет поучаствовать в развлекательно-игровых программах. А завершится неделя интеллектуальным турниром «Эко-я», «Эко-мы», «Эко-мир». И в завершении выпуска новости спорта. Богатырь из Вязьмы Виктор Калибабчук занял второе место на абсолютном чемпионате мира по масс-рестлингу – перетягивание палки, который в начале марта проходил в американском городе Коламбус. Напомним, что Виктор Калибабчук – первый чемпион мира в истории масс-рестлинга. Эти соревнования проводятся ежегодно. С 2012 года до марта 2016 года Вязьмич не проиграл ни одного поединка. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова